Грация, пластика, чувство ритма. На льду самые юные воспитанники отделения по фигурному катанию спортивной школы Одинцова. Галлоконцерт – это первые старты для малышей, которые выходят на лед весьма уверенно. В свои 6-7 лет мальчики и девочки выступают подобно взрослым фигуристам в ярких костюмах, под оригинальную музыку и с авторской программой. Сегодня у нас, собственно говоря, отчетный галлоконцерт за год. Называется этот галлоконцерт первенства города Одинцова. Это соревнования, в которых принимают участие дети, начиная с 6 лет и заканчивая нашими уже самыми старшими воспитанниками. Сегодня мы вашему вниманию хотим представить программу «Юный фигурист». Это самое мое любимое соревнование для многих детей. Это первый выход на серьезные старты. Отделение фигурного катания славится своими выпускниками. Среди тех, кто в разное время выходил на Одинцовский лед – Оксана Домнина, Максим Шабалин, Алексей Гения. В свое время подготовку к Олимпийским играм вела Ирина Слуцкая. Первенство города Одинцова по фигурному катанию – это не просто демонстрация достижений воспитанников школы, но и обмен опытом для тренеров, а для ребят – возможность ощутить накал состязания. У меня тулупы с первого раза не получился, там зубца скользнулся. Я второй раз стала делать, мне не засчитали. Я очень медленно каталась, и это мне не понравилось, и все остальное понравилось. Я хочу, чтобы вот это вот место, которое на пятистале какое-нибудь. Третье, второе, первое. Первые ошибки, падение, разочарование, а иногда и слезы тренеры подбадривают – это только начало. Впереди целая спортивная жизнь, наполненная тренировками, соревнованиями, преодолением себя и верой в победу. Отделение фигурного катания открыто для всех желающих постигать этот красивый и одновременно сложный вид спорта. У нас в школе существует два направления. Одно направление оздоровительное – это для всех желающих детей. Ориентировано оно, собственно говоря, на дошкольников, но также мы берем и школьников младших классов на это направление. Что касается спортивной школы, то, безусловно, здесь есть тестирование. Конкурс у нас достаточно серьезный, ежегодный, по два человека на место в среднем. И что из себя представляют тесты? Любой развитый ребенок, скажем так, который двигается, которым родители занимаются, с которыми играют в подвижные игры, в состоянии попасть в нашу школу. Единственное, так сказать, что требуется для фигурного катания – это наша специфика. Естественно, фактура ребенка. Должны быть худенькие, стройненькие девочки с хорошей двигательной активностью, с хорошей координацией, с хорошим вестибулярным аппаратом. По условиям турнира после каждого проката – награждение. Все как положено – пьедестал почета, медали, грамоты, аплодисменты. Возможно, для кого-то из этих юных дрований «Одинцовский лед» станет судьбоносным, и миру фигурного катания откроются новые имена. Мария Подъепольская, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».